Организация детского отдыха, подготовка к осенне-зимнему периоду и достижения в сфере АПК. Эти и другие темы обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. Одно из поручений, которое озвучил глава региона, касается ужесточения требований к организации отдыха детей. Связано это с недавним инцидентом в санатории Бимлюк, что в Анапе. Дети и их родители неоднократно жаловались на качество питания. Сегодня маленькие отпускники должны вернуться в Наринмар. Однако окончание их отдыха не повод забыть о неприятной истории. Я полагаю, нам надо сделать на будущее выводы и заключать контракты на лечение детей более жесткие. Четко прописывать все, в каких условиях дети должны жить, как сопровождающие, где они должны находиться, как их должны кормить. В ходе оперативного совещания при главе региона стало известно, что Ненецкий округ занял первое место в стране по доведению федеральных средств до аграриев. С начала года сельхозпроизводителям было перечислено 128 миллионов рублей. Из них 81 миллион – средства федерального бюджета. У нас есть соглашение с Минсельхозом. Оно, условно говоря, не условно, а 125 миллионов в целом. Из них 81 миллион – это федеральный бюджет. Значит, в июле Министерство сельского хозяйства подвело итоги. Мы по доведению средств федерального бюджета до сельхозпроизводителей на этот период по России занимаем первое место с выполнением 91%. То есть, иначе говоря, все эти средства, которые мы планировали довести до сельхозпроизводителей, мы не зажали в департаменте вашем, а всё довели до производителей. Деньги получены, освоены и пошли на то, чтобы хозяйство наше становилось на ноги хорошо. Обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Так Надежда Михайлова отчиталась о ходе опережающего северного завоза. Компания по доставке топлива в населённые пункты идёт с опережением графика. Мы закончили завоз дизельного топлива, полном объёме завезли, последнее это был посёлок Амдорма, раскачали выходные. То есть, всё дизельное топливо мы довезли? Да, по населённым пунктам мы развезли. Уголь? По углю у нас выполнено 81%, осталось завести Каратайка, Варна, Кузькара, Нижняя Пёша. Ну, это как раз получается туда, на восток, да, у нас? Ну, они сейчас Пёшу вышли, да, и после этого будут выходить в Каратайку где-то в десятых числах августа. Но уже все суда стоят под погрузку в Архангельске, поэтому после этого они будут выходить уже и заканчивать тогда и дрова, и уголь. Потому что дрова остались тоже только эти населённые пункты, на сегодня выполнены 90% по дровам. Таким образом, по морскому пути осталось завести чуть более 4 тонн угля, 781 кубометр дров и около 16 тонн технических масел и смазок. Завоз по малым рекам завершён в полном объёме. Василий Хатанзейский, Алексей Орлов, Телеканал Север.